Послание к Ефесянам Святого апостола Павла Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу! Весь древний мир жил этим правилом. Это всем известно. Причём это не только, я сказал, правило, это слишком слабо. Это фактически закон. Жены очень часто находились на положении, я бы сказал, прислуг в лучшем случае, а то и рабынь. Фактически. Муж мог делать всё, что угодно. Христианство решительно изменило этот взгляд на жену. На женщину, на жену. Христианство объявило, что жена – это не слуга и не рабыня, а это твоё, муж, собственное тело. Ты будешь его колоть, резать и что-то такое? Нет, никогда. Греешь, кормишь, одеваешь и так далее. Жена – это твоё тело, а не рабыня, а не рабыня. Это революция. Мы просто к этому настолько привыкли, не обращаем внимания. На самом деле, это настоящая революция. Как это такое? Вот, оказывается, что объявило христианство. А если это твоё тело, то отсюда соответствующие выводы. Да. Мужчина должен заботиться о жене так, как о своём теле. Интересно, кто когда рассматривал своё тело рабом? Ещё скорее тело повелевает нами. Не ум, а тело даже. Идёт постоянная борьба. Чему подчиниться? Уму или своему чреву, например? Врачи говорят, нельзя того-то, вот-то. А мне как это нельзя так вкусненько и так хочется? Одним словом, вы видите, какова ситуация. Оказывается, действительно меняется. Христианство изменило взгляд на женщину и на жену. Но при этом христианство точно так же отвергает и то, что мы бы сказали так. Хаос или то, как сказал Хорошодин сказал, много началия есть без началия. Христианство утверждает, как в любом обществе, в любой организации, должен быть кто-то руководитель. Обязательно. Так же и в семье должен быть руководитель. За кем-то должно оставаться последнее слово. В армии без генерала – это не армия. В конце концов, что делать? Отступать, наступать, идти и так далее. Так вот, христианство утверждает, что да, всё-таки в принципе, по, так сказать, самой природе, всё-таки руководителем должен быть ум, ассоциация с мужчиной, а не сердце – ассоциация с женщиной. Но ум без сердца – это ужасно. Это железка, а не человек. Это камень, да избавит Бог. Помните, это роман Мэри Шелли «Франкенштейн», где как раз, где как раз там вот этот вот «Франкенштейн» и есть этот, да, «железный человек». Так? Но и сердце без ума, да избави Бог! Во что тогда превратится наша жизнь? Всё, это же всё развалится. Поэтому требуется сочетание ума и сердца, мужа и жены. Но руководить, конечно, должен, конечно, муж. Потому что, в конце концов, во всех спорных вопросах, когда уже доходит, надо окончательно всё-таки принимать решение, то апостол Павел настаивает на том, чтобы в конечном счёте всё-таки жена должна повиноваться мужу. Речь идёт о чём? Не о том, что это распространяется на любой случай жизни. Ну, конечно, нет. Посмотрите наши правила, особенно последние правила, принятые Собором в 2000 году по поводу канонов о разводах. Смотрите там, сколько перечисляется. Сколько моментов, когда там муж может уйти, или жена может уйти, и всё это не является каким-то нравственным преступлением. Разрешается? Разрешается. Итак, что можно сказать по этому поводу? Христианство утверждает, что всё-таки семья – это, я бы сказал, монархия, конечно, но монархия, в которой жена является телом, живым телом мужа. И поэтому ни о каком насилии, ни о каких притеснениях, ни о каких унижениях не может быть и речи. Каждый муж-христианин должен знать, что он должен вести себя по отношению к жене так, как он ведёт себя по отношению к своему телу. А принимать решение окончательное, есть уже спорные вопросы, то, конечно, надо следовать этому принципу. Апостол прямо пишет. Этот принцип – муж, глава всё-таки семьи. Продолжение следует...